Каждый вечер, вечер наступает вдруг Наш вечерний квартал Наш вечерний квартал Из-за того, что украинцы стали озвучивать свои желания не только перед Новым годом, но и перед окнами Офиса Президента, Владимиру Зеленскому приходится работать даже в новогоднюю ночь. Итак, 31 декабря, Кабинет Президента Украины. С Новым годом! С Новым годом! Ребята, с новым 2020 годом! Подождите, как это 20? 20? Так, какой 20? 21 год наступил. Вы нам не верите? Да вы себя послушайте. Дорогие украинцы, в новом 2020 году я обожаю всем нам поважать один-одому. Да не может быть! Вы что, с ума сошли или что? Да ладно! Какой 20 год? Мы что, опять в 20 год вернулись? Подождите! Алло! Маша, какой сейчас у меня рейтинг? 52! Так, а у «Слуги народа»? 48! Не, у сериала понятно. У партии какой? 48! Подожди. Ну, а в целом настроения по стране какие? Ну, как обычно, некоторые критикуют, некоторые хвалят. А? Некоторые хвалят? Ну да. Выходит, точно 2020 год. Так, все, хватит праздновать. Уходите, пожалуйста, все. Нам надо работать. Убирайте бокалы. Вы не представляете, что нас ждет. Границы по всему миру закроют. Экономика накроется медным тазом. Люди останутся без работы. Если это тост, то так себе. При чем здесь тост? Вы не представляете себе. Все закроется скоро. Кинотеатры, парикмахерские, школы, спортивные залы, торговые центры. Прям все закроют, что ли? Да все закроют, абсолютно. Даже эпицентры. Не, ну эпицентры не закроют. Почему это? Кто так? Владимир Александрович, вам Трамп звонит. Кто? Трамп? Трамп. Смотри, передай этому ковбою с этой идиотской прической, пусть забудет мой номер. Все. Так, думаем быстро. Надо что-то предпринимать. Ну, по-моему, вы заработали. В смысле? Давайте все-таки отдохнем. Вот билеты в Оман. Какой Оман? Ты с ума сошел? Ни в какой Оман я не поеду. Хорошо, не хотите за границу? Давайте отдохнем под Киевом. Мотнем на госдачу. Какая нафиг госдача? Я не собираюсь никуда ехать. Ты понял меня, Ермак? Я не Ермак. Я Богдан. Я ж тебя еще не уволил. Так, так, надо думать, надо думать, быстро решать что-то. Так, послушай, нам нужно исправить как-то ситуацию, чтобы не произошло в новом году всего этого. Ну, давайте соберем самую лучшую в мире команду. Самых честных. Меня, Сашу Дубинского, Геолероса. Ты что, издеваешься надо мной? Ну, какого Геолероса, Господи? С Новым Роком! Ух ты ж, Йо! Я уже отвык от толстого Порошенко просто. Вы что, меня не впізнали, чи что? Не узнал. Богатым будете. Ах, це сумнівно. Да. Мене просто останнім часом так часто на допыти викликають. Боюсь, що мене посадять, а? Не волнуйтесь, Петр Алексеевич, не посадять. Да. И главное, есть за что, но почему-то не получится. Правда? Да. Фу, Господи. Давайте за це выпьемо. Не-не-не, не время сейчас пить. У вас для этого будет март, апрель и май. Понимаете? Давайте, нам нужно срочно что-то делать. Нужно какие-то предпринимать действия. Шмыгаль! Будьте здоровы. Я не читал. Шмыгаль! Мабуть, шось на еврите сказав, я не понял. Я не понял, а где премьер-министр страны Шмыгаль? Владимир Александрович, я не понял. Вы шо, поменяли премьера Гончарука на выдуманное слово? Шмыгаль, шмыгаль. Шо это такое? Шмыгаль. А я все ж таки пропоную выпить. Давай. Давайте за те, чтобы в наступном уроке каждый из нас больше часу проводил со своими родинами. Вот за это точно можете не переживать. Я же говорю, март, апрель и май. Пожалуйста, я вас очень прошу, давайте предпринимать какие-то действия. Нам нужно все изменить. Значит, Андрюш, иди сюда, записывай, пожалуйста. Сейчас. Записывай, значит, первое. Первое, первое, первое. Напиши, пусть Тищенко продаст велюр. Пиши, пиши, что ты смотришь. Луцке запретите все маршрутки, автобусы, все запретите. Владимир Александрович, а вы вообще о своем рейтинге не думаете, да? Да я как раз о нем и думаю, кстати, насчет Луцка. Нужно уволить Авакова, секунду. Так. Алло. Да, Владимир Александрович. Арсен Борисович, с Новым годом, с новым счастьем. Да, я вынужден вас уволить. В смысле? Ну, вы еще не знаете. Это Залудский автобус и минирование моста метро. Как это? Не знаю. Знаю, конечно. Нет, конечно, не знаю. О чем это вы? Это про это я вам и говорю как раз, извини. Владимир Александрович, какие-то еще будут указания? Да, смотри, смотри, это очень важно. Смотри, значит, передай министру финансов. Пускай весь золотовалютный резерв Украины поставит на футбольный матч Швейцария-Украина. Я понял. И поставит на? На Швейцарию пусть поставит. Вы уверен? Да, я уверен в наших футболистах. Особенно в их непоколебимом желании обниматься и не мыть руки. Все, понял? Давай, действуй. Хорошо. Владимир Александрович, вам звонит президент Белоруссии. Тихановская, давай. Так как Лукашенко. А, он же не знает еще об этом. Хорошо. Алло, да, Александр Григорьевич. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Я тут у себя к выборам готовлюсь. Скажите, а за вас сколько народу проголосовало? 73 процента. Ой-яй-яй, что ж вас так народ не любит-то, а? Так, послушайте, Александр Григорьевич, я бы на вашем месте не терял бы времени, да? У вас все равно на выборах выиграет женщина. Женщина? Да. Это какая? Александра Григорьевна, что ли? Да, ради выборов и ради победы, и ради власти я на все готов пойти. Чего нет? Да, ну вот идите, а лучше бегите. Да, до свидания. Так, смотри, насчет наших соседей. Значит, смотри, нужно попросить, чтобы на границе с Белоруссией установили защитные сооружения. Зачем? Ну, на что, будут нападать белорусские солдаты? Нет. Белорусские солдаты будут нападать на белорусов. А на границе с Белоруссией мы будем защищаться от хасидов. Да не трогай, у меня все нормально с температурой. Иди, пожалуйста. Давай, давай, давай. Владимир Александрович, с Новым Роком. Ира Верещук. Ира Верещук. Дай сюда быстро, дай сюда. А что это вы сейчас себе позволяете? Что это вы делаете? Карьеру твою спасаю. В смысле? Ты же пойдешь от «Слуги народа» на выборы Мера Киева. Серьезно? Да. Я буду балотуватися у меры? О, это рік будет. Ира, я бы так не обольщался на твоем месте. У тебя даже притула выиграет. Серьезно? Да. Я буду сниматься у хто сверху, у меня по телеку покажут? О, это рік будет. Так, Ира, послушай, я тебя очень прошу. Если журналисты тебя что-либо будут спрашивать про Киев, ничего не отвечай. Просто молчи, хорошо? Просто молчи. И даже про натюрмортную аллею мовчать? Пейзажную аллею. Пейзажную. Просто молчи, ничего не говори. Добре. Ну, можно я хотя бы скажу, что с Майдана до Хрещатика можно лише за 500 гривен на такси доехать через усилляки дворики, гарни такие, можно? И про это тоже забудьте. Хорошо, что я тебя очень прошу. И самое главное, ни в коем случае не регистрируйся в ТикТоке, пожалуйста. Почему? Да, ни в коем случае, я потом объясню тебе, что там. Олег Валерьевич, зачем вы здесь, объясните, пожалуйста. Хочу вас застерегти, что скоро я стану депутатом. Да не станете вы депутатом, уж поверьте мне, не станете. Вы лучше чем-нибудь другим займитесь. Вы же петь любите? Да, я спеваю. Ну, снимите клип, типа вы такой супермен в красном плаще с вилами приходите в село спасать баболек. Что за маячня, ну, який дурень будет, так я снимаю цей клип и взагалей. С новым счастьем, с наступающим. Виталий, я бачу, ты в гарному настрою, як и я, да? Да, вы знаете, только что посмотрел фильм «Один дома». «Титаник» называется. Вот такое кино, поэтому и настроение хорошее. Комедия, наверное, была. Да, значит так, наступил год крысы, а это значит шо? Шо? Так я же спрашиваю, а это значит шо? Шо, символ цього року крысы? Не, это значит шо на новогоднем соле ни одного блюда из крысы быть не должно, поэтому то, шо я принес, убираем. Так, ну, свидание. До свидания. Я смотрю Кличко в своем репертуаре. Здравствуйте, Виталий. Здрасте, Владимир Александр. Здравствуйте, говорю. Та шо такое, алло? Виталий, привыкайте. Скоро именно так все будут здороваться. В смысле? Я потом еще покажу, как локтем дверь открывать. И вообще, отойдите от меня на полтора метра, пожалуйста. Не понял. Что непонятного? Будет коронавирус, поймете. Шо такое коронавирус? А, вы ж не знаете еще. Ну, смотрите, если коротко, да, один китаец съест летучую мышь, и из-за этого я поссорюсь с мэром Черкасс. А можно не так коротко, пожалуйста? Да, сейчас попробуем. Значит, резкая вспышка коронавирусной инфекции приведет к глобальной пандемии. Все равно не понял, ну? Как тебе объяснить? Смотри, Виталик, скоро в мире появится большая бяка. Как бы и сказали, ходите вокруг да около. Так вот, смотрите, нам нужно предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Записывайте, пожалуйста. Главным санитарным врачом станет Ляшко. О, нарештю оценили по заслугам. Да, при чем тут вы, я не о вас говорю. Пожалуйста, Олег Валерьевич, не трогайте меня. Ну, все. Остаточно поплавало президента. Вызывай швидку. Такую швидку, Виталий. Вы думаете, я с ума сошел или что? Вы не представляете даже, какой нас год ждет. Идите сюда. Я сейчас расскажу вам. Тихонько. Путин обнулить свой срок. Лукашенко будет бегать по улицам с автоматом без рожка. Шоу-маскарад выиграет какашка. А Луческу станет тренером Динамо. Это шо вы сейчас за сериал такой рассказали? Какой сериал? Притула, говорю, пойдет в политику. Да ну не смешите меня. Притула в политику. Вы еще скажите, что Олег Филимонов будет в депутаты баллотироваться. Будет баллотироваться, но не в депутаты, а в мэры. А, я понял. Это не сериал. Это анекдот. Да какой анекдот, Виталий? Это реальность. Кстати, имейте в виду, летом заминируют мост метро. Что вы на меня смотрите? Конкретнее скажите, мост или метро, к чему мне готовиться? Виталий, мост метро. Мост метро. А, это как в мультике. Котопес, только это мост метро. Да, Виталий. Мост метро, как котопес. Запомните эту фразу, потом запишите ее в книгу своих оговорок. Какой лопух будет создавать книгу со своими оговорками? Это вы. В смысле? Я сейчас не понял. Вы что, сегодня можете смотреть в завтрашний день? Да. И если вы не будете мне мешать, я могу рассказать вам ваше ближайшее будущее. О, это интересно. Ну, давайте. Ты, Виталик, второй раз станешь мэром столицы. Конечно стану. Это все будет благодаря моим людям. Не, Виталий. Это все будет благодаря моим людям. Вы, Петр Алексеевич, очень сильно похудеете. О, это доброе. Но ГБР все равно будет вас узнавать. О, это не доброе. У вас, Олег Валерьевич, родится сын. Ого. Что, это медицина до чего уже дошла? Дивусь. Проходите. Владимир Александрович. Да. А кем стану я? А ты, Богдан, станешь... Кобелев вы хотели сказать. Не, я то, что сказал, то и хотел сказать. Да. Так, слушай. Я все же пропоную, ну выпить их же, по-третьему. А вам не терпится выпить, Петр Алексеевич. Хорошо. Хорошо, давай, давай. Давайте, держи. Давайте, скажи. Давайте выбьем за то, чтобы мы сделали правильные выводы и легко прошли 2020 год. И 21-й. И 22-й. И 24-й. С Новым годом, как. Да, с Новым годом, давайте. Я не понял, как это 25-й. Что происходит, я не понимаю. Да не может быть такого. Алло, Маша, какой сейчас рейтинг у «Слуги народа»? Кого? Господи, что происходит? Богдан. Я не Богдан. Ермак. Какой Ермак? Я помощник ваш, Свистунов Александр Викторович. Ну? А я тогда кто? Вы президент. Ну да. Президент успешной кинокомпании. Ну хорошо, а как дела в стране сейчас? Все хорошо, сейчас новогоднее обращение президента будет. Давайте посмотрим. Это был чудовий рейт, а 2026-й будет еще краще. Что происходит? Господи, это президент Украины сейчас. Да, с Новым годом. Да мы в какой-то параллельной реальности. Что происходит? Господи, 21-й. Ну, слава Богу. Шановные украинцы. 2020 год был для нас тяжким. Но мы с вами все равно впорались и гидно пройшли все випробования и трудности. Хотелось бы обещать, что все плохое остается в прошлом году. Но чтобы мне потом не дорекали в том, что я не выполню свои обещания, я лучше скажу так. Обещаю, в наступном году все у нас будет. Чика-бамболь. Лена, Чика, Саня, Мика, Крапок, Степа, Ткача, Пика, Вован, Малий, Юрець, Великий, Лис и Жека, главный тіпа. Новый год, не втекай, квартал на плюсах микай. Свято Йес, праця нов, повний стіл, буде знов. Будет топ двеж, тиждень пиешь, дрін-патті, фестиваль салатів. Квартал посевати буде в вашей хаті, новорічну ніч з нами зустрічай. Иди вись мені, не перемикай. Будет бум, буде Боні, буде ржать в каждом доме. Свято Бомбоні, свято Бомбоні, Боні. В кожному домі, все Чика Бомбоні, Боні. Тост за Новий рік, щоб вірусник, третій тост задан, стоячий за мам. Щоб усе збуло, щоб завжди могло, сі як маслі, сир і в країні мир. Зараз бум, зранку Боні. І весь день Чика Бомбоні. Свято Бомбоні, свято Бомбоні. В кожному домі, все Чика Бомбоні, Боні. А сейчас встречайте у нас на сцене то, що весь цей год мешало нам жить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, здрасте. Ха-ха-ха-ха, не узнали меня, да? Ну давайте вспоминайте, вспоминайте. Весенний карантин, летний отдых в Затоке, Работа Конституційного суда. Да, да, это все я, 2020 год. А що, какой год такой костюм? Как-то так, да. Вообще, конечно, год уникальний получился. Все сначала думали, що прийшов год крыси, а потім поняли, що не може чисто физически такой маленький грызун столько нагадить, да? Меня, кстати, в китайском календаре переименовали. Я теперь у них не просто год крыси, а год летучей крыси. Да. И месяцы у меня необычные, особенные. Значит, январь, февраль, маск, карантель, мой, бухунь, бухуль, бухавгуст, дома сидябрь, опять бль, на жрабрь. И вот сегодня, наконец-то, 31 дерьмаря. Да. Я, кстати, уже давно хочу, скорее, сам уйти и передать все свои проблемы 2021-му. А проблем было очень много. Что говорить, если он новогоднее обращение президента месяц не могли записать? Потому что Зеленский все никак не мог сделать веселое лицо. А он актер. Кстати, все говорят, уходи 2020-й, уходи. А откуда вы знаете, что 2021-й будет лучше? Вы смотрите, чтоб потом не получилось, как с кучмой. Будете на каждом заборе писать 2020-й, чвернись. А вообще, может быть, 2025-й будет еще хуже. Потому что те студенты, которые учатся сейчас на удаленке, будут нас лечить и учить наших детей потом будут. Вот что я все о плохом да о плохом. Господи, давайте уж уже об ужасном. Да ладно, я шучу. Было же хорошее. Мост Шулявский наконец-то отремонтировали. Как отремонтировали? Ну, там еще несколько строителей осталось, чтоб в случае чего фонари придержать. Да. А еще я очень горд тем, что именно в мою смену в Раду не прошел Олег Ляшко и не стал депутатом. Это лично моя заслуга. Я хоть и какашка, но с принципами. Да. И вообще, знаете, украинцы должны меня благодарить за то, что этот год был уникальный. Появились страны, в которых дела же еще хуже, в конце концов. Ладно, пойду я, пора смываться, как говорится. Да, сейчас вот еще белорусов с Новым Годом поздравлю. Я же для них хоть какое-то разнообразие. А вы давайте готовьтесь к хорошим временам. Пока! Спасибо, спасибо. Мы продолжаем. Да, ну, вы знаете, ничего не меняется. Все как обычно. Все настолько политизировано, что о политике говорят на всех телеканалах и по-прежнему на телеканале Discovery. Итак, Виктор Медведчук заявил, что все разговоры о побочных эффектах российской вакцины преувеличены. Он испытал ее на себе и чувствует себя великолепно. Специалисты утверждают, что офис президента постоянно подставляет Зеленского. Неожиданностью для многих регионов нашей страны стал недавний гололед и обледенение. Итак, представьте, обычный украинец в это утро идет на работу. Мы продолжаем. И сейчас ситуация, в которой узнает себя каждый. Представьте, маршрутка в час пик, и вам захотелось покашлять. Итак, ситуация знакомая с детства. Мама не пускает вас за новогодний стол, потому что гости еще не пришли. И говорит, ты скушай пока мандаринку. Ну, а утром первого января разбудить может только один звук. Доброе утро. Все в порядке. Продолжим. Если ваш муж, вернувшись с корпоратива грязным и побитым, говорит, что по дороге домой на него напали кусты, не факт, что он врет. А сейчас минутка рекламы. Заказывайте себе на корпоратив самого веселого ведущего, мастера анекдотов, дядю Жору. Хотите анекдот? У семьи скелетов родился сын, и они назвали его Костян. На любом застолье есть персонаж, который первым делом на бутербродах выедает красную икру. Давайте на него посмотрим. На новогоднем корпоративе всегда остается человек, который танцует до последнего. Я не знаю, почему, а ты мне нравишься. С наступающим Новым Годом! Смотрите Discovery и улыбайтесь. Новогодние наблюдения. Чем дольше люди гуляют в новогоднюю ночь, тем дольше утром не гуляют их собаки. Знаете, Новый Год любят отмечать абсолютно все, но иногда этот праздник может оказаться под угрозой из-за самой банальной мелочи. Итак, представьте, обычная киевская семья спешит к новогоднему столу. Так, Лея, значит, смотри, пока идем, давай обязанности распределим. Значит, ты режешь салаты, потом, значит, варишь картошку, запекаешь в духовке утку. Дальше, стол надо, значит, передвинуть на середину комнаты. Передвинешь стол на середину комнаты. Вот, все, в принципе. Интересно, неплохо. А ты? Что будешь делать? А я пока на телеке один плюс один найду. Женя, ты не наглее, а? Давай, пошли домой, куча дел еще. Да, ты сейчас. Ой. Сейчас, 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 Лена, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Что такое? Я, по-моему, ключи потерял. В смысле, Жень? В прямом смысле, Лена. Ну что, зима где-то подскользнулся, потерял ключи. Да как потерял, Жень? До Нового года совсем ничего. Как мы домой попадем? Чего ты сразу киснешь, Ле? Сейчас, давай, в час подъезда напишем сейчас, и сейчас нам откроют все. В час подъезда. 2020-й не перестает удивлять. Даже час подъезда пригодился. Ну, на, ищи. Да, не знаю я, где тут. Так. Соломинская мама, соломинская папа, родительский чат. А это что? Это тоже родительский чат, только без этой придурочной Петровой. Понятно. Так, чат, кто ненавидит чаты? Чат правши нашего дома, чат левши нашего дома. Жень? Дай сюда, подожди. Вот написано тебе, самый бесполезный чат. На самом видном месте. Это он, понятно. Привет. Забыли ключи. Откройте дверь подъезда. Обалдеть. Слушай, кто эти чаты вообще придумал? Польза от них никакой. Я с тобой полностью согласен. Ты помнишь, как я тебе хотел отправить свою голую фотографию? Случайно отправил в чат подъезда. Да, помню. Эх, хорошо, хоть успел написать с Пасхой. Да. Они потом, будешь, себе еще отвечали, а что они не покрашены? Жень, все хватит вспоминать, такое позорище. Просто давай, пиши, а то я замерзать начинаю. Пишу, пишу. Откройте дверь. Холодно. Я эту мамашу сумасшедшую знаю. У нее знаешь, какая кличка? Какая? Халк. Чего это? Просто, когда ее ребенок спит, она все машины в соседний двор передвигает. Ну, если вдруг сигнализация сработает, чтобы ребеночек не проснулся. Ой, боже. Так, значит. Давай, давай. Сейчас, вот, сейчас напишу, сейчас, соседи, тут наркоманы на детской площадке колются. Точно, молодец. Сейчас. В смысле? Что происходит? Ничего не пойму. Слушай, походу, не получается ничего, а знаешь что? О, а давай позвоним, позвоним Валику из 60-й квартиры, ну, которому ты деньги постоянно одалживаешь. Точно. Он же тебе столько должен, может выйдет, откроет. Точно, молодец. Ой. О. Да. Валик, это Женя из 65-й квартиры. И Лена. И Лена. Ах, аааа. Ну, те, которым ты 700 гривен должен, Валь. Ааа. Привет, Жень, привет. Привет. Слушай, я где-то ключи от подъезда потерял. Можешь, пожалуйста, спуститься, открыть дверь, а то холодно очень. О, это же, Жень, я бы с удовольствием, но мы это, мы на празднике к тещи улетели в Италию. Так что сорянно, дружище братан. Какую Италию, Валик? Я тебе в домофон звоню. Эээээ, А, алло, Джек, связь пропадает, Роменко, пор фавор, а по сеньор, если близко вам. Прекрасно, да, отключись уже, господи боже мой. До свидания. Женя, ну ты даешь, как ты умудрился ключи потерять, а? Как Moment? О, точно, сейчас. Кто-то находил ключи? О, да. С бреликом зеленым. О, точно. Что? Чего? О, боже мой. Да ну что ж ты будешь делать, а? Что-нибудь такое вот. Прекрасно. Спасибо. О, Женька, подожди. А смотри, у нас вон на кухне, кажется, окна открыты. Так а может это? Точно. Невысоко. Давай. Слушай, это так, это получается, это сейчас получается, забрался по трубе. Да. Потом шпагат, не, не шпагат не получится, прыжок на балкон. Молодец. Потом потянулся, вот так выход на две сделал, потом раз, вот так за веревку снялся, как тарзан. Потом, значит, вдоль стены вот так пошел, понаставят кондиционеров своих. Потом не пройдешь вдоль стены. Ну что, в принципе можно, Лев. Ну, видишь. В принципе можно. Давай я тебя подсажу. Что? Снимайся, подсажу. Ты что, хочешь, чтобы я лезла? Что тут такого? Я сто раз так думал. Женя. Да все тихо. О, 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 я потерял. Можете вынести? О, ты, боже мой, пиши еще. Ага. Из 65-й. Да. Да. Да, да. Наконец-то. Да, нормально. Какого? Да нету там у нас обоев, там штукатурка. Там штукатурка. О, о, о. В смысле? Подожди, как правильно? Он что, в нашу квартиру зашел? Походу, да. Нормально. А ну-ка. Что? Не трожь мое, оливье. Да. О, боже мой. Что? Чего Лена не хватает в оливье? Чего? Горошка купили. Горошка не хватает. Горошка. Убедился? Выноси ключи. Что? Что ты будешь делать, а? В серванте. Ага. Что? Слушай, ну это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Понятно все. Давай, Женя, знаешь, раз выхода нет, звони этой своей девице, которой ты бегаешь с третьего этажа. Да никому я не бегаю, Лена. Ой, Жень, пожалуйста, не надо. Уже весь подъезд знает. Давай, пиши. Пусть выходит, открывает. Да никому я не бегаю, Лена. Женя, да я давно все заметила. Пиши. Не буду я тебя ругать. Давай, замерзла уже. Ладно. Все-таки бегаешь, да? А никому я не бегаю. Я тебе проверяла. Не надо меня проверять. Как вот это вот происходит? О, смотри. Кому дверь открыть? Нам. 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 Дверь открывайте. Ну, предупреждаю. Предупреждаю. У меня пропала. Все равно две недели дома валяться. Хоть после похмелья, хоть после ковида. Да, какая разница. Открывай. Да. 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 Ну, и соседи. Помочь некому-то. А я тебя тоже не предупреждала. Надо было квартиру немножко в другом районе брать. А я брал, Лена, в таком районе, в котором смог. В районе 30 тысяч. Ага. Да, повезло нам с соседями. Повезло, конечно, с соседями. Один этот Коля. Ой, больной. Чего стоит из 73-й квартиры. Вечно выйдет на балкон в любую погоду. Полуголый. В женском халате. Стоит, главное, тихонечко курит и слушает, о чем в других квартирах разговаривает. Какой-то больной. Вообще-то звучит обидно. А, Коля, здравствуйте. А мы тут с Женей застряли. Может, выйдите, откройте нам. Холодно. До свидания. Я же говорила, больной какой-то. Вообще-то я еще здесь. Так, ладно. Слушай, раз... Сейчас другого выхода нет. Я сейчас... Можно я сейчас машину чью-то сейчас стукну здесь? Давай. Есть. Сейчас кто-нибудь выбежит. Чья машина пищит? Выйдите, проверьте. Молодец. Ой, опять пошла к вам старая песня. На, началось. Ну что такое, а? Понятно. Да и все. Давай к этой малашей сумасшедшей. Сейчас как-то подмажемся. У вас такой красивый ребенок. Вот бы с ним сфотографироваться. Прекрасно. Прямо сейчас на улице. О! Чего? Не по... Что? Чего? О, ну пожалуйста. Ее в чате заблокировали. Ого, сюда добавилось. Класс. Куда? Куда? Вперед. Так. Давай рассуждать логически, Лен. Давай рассуждать логически. Почему люди могут выйти на улицу в Новый год? Ну почему люди могут выйти? Ну, не знаю, воздухом подышать там, трезветь. Что, что? Не знаю, салют посмотреть. Салют! Точно! Молодец, Ленка, голова. Салют. Салют. Так, эй, на улице салют. Выбегайте на улицу смотреть. Сейчас мы выбираем. Хорошо, я не могу. А где салют? А что, салют? Будет салют, нет? А что? А так кто написал в чат? А 65-й. А так а что, мы ждем или не ждем? А, так что? Дверь закрыта. А кто? Что дверь закрыта? А что? Женька, давай, давай, держи. Подновались немножко. А я держу, Лена. Ага, померзнитесь наше. Да откройте дверь уже. Откройте дверь. Да пишите в чат подъезда. Так, ну почему не открывать дверь? Ну что, не хочешь уже? Ага, давай, давай, да. Холодно же. Ну, блин. Ну, сколько можно ждать? Вообще-то номер уже закончился. Где аплодисменты? Где аплодисменты? Где аплодисменты? А почему дверь закрыта? А мы не закрыли? А вы сейчас подчерк напиши. А почему дверь закрыта? А почему дверь закрыта? А почему дверь закрыта? Наши аплодисменты. Евгений Кашевоин, Элли Хранец, студия «Квартал 95». Ну, мы, собственно говоря, продолжим. Воу, иди сюда. Объяви, пожалуйста, следующего исполнителя. Я пойду переоденусь. На. А чё я? Потому что ты самый младший в коллективе. Чё я? Ещё и грубит, смотри. Жек, извини, на секунду можно тебе? А как правильно читается? Ротару или Ротару? Тихо. Тихо. Ты шо, дурачок? Ты шо, не знаешь, что такое София Ротару? Слушай, мне 27 лет всего. А какая разница? София Ротару – всеронародная любимица. Ей ещё при Союзе награду давали. Чё, серьёзно, да? Да. Она воевала, да? Ты шо, дурачок или что? Я тебя спрашиваю. Ты придурок или что? София Ротару – это же глыба. Я тебе ещё раз говорю. Всеронародная любимица. Ты шо, это секс-символ того государства, в котором секса не было. Ну чё ты? Я тебе серьёзно, ей такие горы цветов просто дарят. Горы. Слушай, ты скажешь, ей дарят больше, чем виннику. Значит, смотри, о. Если собрать все цветы винника от женщин, все цветы Брежневой от мужчин, все цветы Дорофеевой от детей, получится маленький букетик, как у Софии Ротару, в правой руке. Вот так. Я тебе шо, я тебе говорю, просто загугли и всё. Я говорю, у Софии Михайловны ещё не было такого, чтобы её не узнавали, слышишь? Ничего, я ей потом расскажу, как с этим жить. Так, слышишь? Вообще ничего страшного. Я тебе говорю, загугли давай. Ладно, короче, времени нет, стоит человек за кулисами, ждёт, встречайте. Жек, Жек, тут ошибка какая-то. Написано, что Софии Михайловне 73 года. Ну? А в кулисах женщина лет 40 максимум стоит. И что? Это не София Ротару. Это София Ротару, она всегда так выглядит. Подожди, подожди, стоп, стоп. Тут ещё вот пишут, что София Ротару будет исполнять песню «Хуторянка». А это песня «Потапа и Настя». Значит так. Вова, значит, смотри. Действительно, песню «Хуторянка» исполняли Потап и Настя. Но изначально это песня Софии Ротару. А не Потапа. Я тебе больше скажу. Все песни Потапа изначально не Потапа. Смотри. Одна колына за векном, Одна родина за столом, Одна стежина с чём-то дома шла сама. Откуда я это знаю, а? Просто слова этой песни, Вова, ты впитал с молоком матери. Понял? Одну любовь до замочек. Подожди, тихо, а ты откуда тех знаешь? Ты что, пил с моей матерью или что? Придурок. Я говорю, ты придурок, ты позвони маме своей тогда и спроси, кто такая София Ротару. Сейчас позвоню. Алло. Да, мам, привет. Слушай, а кто такая София Ротару? А, понял, всё, хорошо. Ну? Значит, мать от меня отказалась? Но перед этим сказала, что они нашей большой семьёй очень любят давно София Ротару. Очень давно. И даже её старые концерты на кассеты записывали. Прямо поверх того видео, где я сначала ползаю, потом делаю первые шаги, ну, в общем, поверх видео с моего выпускного. Слушай, а можно я объявлюсь? Объявляйте. Мать будет мою гордиться. Да, пожалуйста, пожалуйста. Дамы и господа, на сцене вечернего квартала непревзойдённая София Ротару! Хочу танцевать с тобой Под музыку сет ветров, Под пение белых птиц И таящих облаков. Хочу понимать тебя И только с тобою быть И сердце в моей груди Так хочет тебя любить Музыка моей любви Будет нас дружить с тобой Я даю тебе весь мир Я даю тебе любовь Музыку моей любви Сохрани в душе слоней Сколько мне минуло дней Слышу я ещё сильней Хочу танцевать с тобой Под музыку тёплых слов Не помня своих потерь Не видя твоих грехов Хочу забывать о том Что где-то вдали зима Мою разобьёт мечту И снова сведёт с ума Музыка моей любви Будет нас дружить с тобой Я дарю тебе весь мир Я дарю тебе любовь Я дарю тебе любовь Музыка моей любви Будет нас дружить с тобой Я дарю тебе весь мир Я дарю тебе любовь Музыку моей любви Сохрани в душе своей Сколько мне минуло дней Я люблю тебя сильней Ещё сильней Спасибо Спасибо Недавно в одном украинском Селе Двое кумов решили выпивать На удалёнке Наверное поэтому Выпивали по разные стороны поля А взагалі Не таке буває В селе Давайте подивимось Да, Боря, давай Давай, Борюничка Давай, братику До завтра Давай, друже Завтра олив'ячки тебе принесу Будем вечерний квартал дивитися Новорічний, кстати Прикинь О, Юрчико, я тебе шукаю Де ти ходиш? Новий рік же ж Куча справ Давай, иди Борьку заколюй на холодець В смысле? Борю заколюй Шо ти так дивуєся? Ну, Новий рік Холодець нам потрібен чи ні? Иди кабанаколи Ти шо? В смысле? Боря ж мій друг Кращий причём Те ж все равно, що тебе попросить Таньку твою заколоть Иди, Таню, колі Давай, иди Бери ножа, шмаляй в Танюху Давай Ти шо? Вообще уже, ти нормальний Ти порівнюєш Таньку і свиню Людину і тварину, яка у багнюці лежить Слуха, не буду це робити Ну, Боря, це мій друг Мені даже в Фейсбуці прийшло увідомлення Відсвяткуйте річницю дружби Там фотографії, красиві шарики Чика бомбони копецами Який він тобі друг? Шо ти мені тут зуби заговарюєш? Зна раз один Тупий предмет Оцей, тупий предмет Бери в руки, один гостий предмет Та йде колоти кабана Це понятно? Не йде, не йде нікуди колоть Ти, кстати, бачила одне відео популярне на Ютубі? Яке відео? Там, де кабан у мужика на пляжі В'єші стирив Диви А це тут при чому? Свиня крадійка У соцмережі з'явилися дуже комеді Чудлини за веприцею Женеться голий чоловік І шо? Ай, ти де ви? Як тобі, сирочечка? Ай, ну я зрозуміла тебе А ще я зрозуміла, що ти не будеш колоти бурьку Знаєш чого? Чого? Бо ти, Юрчик, боягус Ти не можеш свиню заколоти Який там кабан Якщо у нас у єдиних в селі кури мруть від старості? Блін, ну це добре, що ти нагадала Треба бути в них на могилках поприбиратись От правильно У нас у єдиних в селі за хатою є кладовище курей Бо ти не можеш Ти не можеш нікого заколоти Ані тварину, ані птицю Бо ти боягус, отак Я не боягус Я просто не можу заколоти тварину Яка спасла мене від самогубства Шо-шо? То-то Сміс Тому Коли це? Та буквально недавно така, знаєш, ситуація була Нахлинуло на мене так сильно-сильно Нахлинуло, думаю, все Взяв мотузку, пішов в сарай Перекинув через балку, через горло Дивлюся Аборі лежить в багнюці Жери гнилі яблука І одним кликом на мене липиться І я поняв, що, знаєш, що В мене не так все і погано Тьфу ти, дівчако От налякав мене, не казав ж нічого Слухай, ну Ну давай, заколемо Ну заради мене, а? Ну заради ковбаски на свята Ну я, звісно, ковбаску люблю І тебе Поважаю Але Ні, я попробую А давай попробую Я попробую, домовитися Але я не обіцяю Я не знаю, що я тобі зроблю Без колоття залишиш тут Нас на Новий Рік А ну попробуй Боря, на, закури Розмова дуже серйозна Юра, яке закури? А ну досить балочок Справу роби Щас, щас, іду Ну і це Не дивись, пожалуйста, так на мене Це не я, це вона Боря, ну на що ти ще на гармошки граєш? Хочеш, щоб я страждав, чи що? Юра, а ну йди сюди Що? А ну йди сюди, Юрко Знаєш, якщо так То я не можу з тобою, Юра Ти ж тварин більше любиш, ніж людей Ти вже взагалі замахав з цією своєю гуманністю Ой, неправда, слухай Та що неправда? Хто он влітку нашого коня кроксами підковав? Ну це удобно Влітку купитися не питають Так, нема питань А потім, коли він помер Ти ж його в своєму одязі поховав, Юр Ти чого думаєш, дядько, он Матвій дотепер ходить і око в нього дьоргається від переляку Господи, хто його перелякав? Хто? Кінь в пальто, Юр! Слухай, взагалі, мені ж перед людьми вон соромно Я не можу з тобою по м'ясному ринку навіть пройтися Ти ж біля кожної свинячої голови лампадочку ставиш Молишся, плачеш, щось там шепчеш Ну скільки можна, а? Боря, пожалуйста, не до тебе зараз, секунду Ну слухай, ну не можу я вбити просто так свого друга Ти що, придурок, Боря? Мій чоловік тут зглуздо з'їхав Він з тваринами розмовляє Та що це я розмовляю? Та як це, а що, не розмовляю? Не розмовляюся, хто, я не розмовляю О, Горобець Привіт, Антоха, ти куди? А, давай задзвонімся Ти що? Що? Слухай, знаєш що? А ну ти вибирай Або я, або він, отак Що? Ах ти шантажеска! Ти мені вибору не залишаєш, понімаєш? Все Закривай очі, я зроблю все дуже швидко Давай, швидко в сарай і швидко все зроби Понятно мені? Азаш, що ти за людина? Ах, що ти за людина? Боря, вибач мені На, на, на Ой, Боря, не дивись на мене На тобі в серце, прямо в серце Боря, Боря, очні, що з тобою? Боря! 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 Слухай, ти дебіл? Що таке? Чувак? Ти шо думав? Я не побачу, що ти з хамоном у в руках ідеш А сам аджикою вимазався, а? Так Мені це все набридло Зараз я поклечу сина Може хоч він не такий мямля, як його батько Та зробить чоловічу справу Вовчик! Вовчик, а ну і десь Я тут Вовчик, значить так, твій батько Давай я сам Давай Можна я сам? Хоча б тут Ага, давай Коротше, сину, мама у нас Немножко Вона хоче, щоб я заколов твого хрещеного батька Ти шо, Барлюка? Я все Ти шо, Борьку кумом зробив? Мама, не надо бать не любити Вова, не починай Вова, не починай Як же Це ж він мене навчив всю їду до кінця до їда Їду до їдати Це ж він мені в садик поділки і жолудів робив Як бачим І більше того, якщо ми бьємо Ядю Борю, вам Хто вместо п'янного батьків буде на батьківські збори ходить? Аааааааааа Случайте, ви опера Анука не починайте мені тут рюмсати Шо? Зараз хто-небудь Пішли в сарай І закололи мені ту кляту свиню Я не буду Я теж не буду Ну я не можу Ты хочешь, чтобы завтра написали в всех новостях, что я заколол сельского голову? Что? Он что еще? Сельский голова? Я не понимаю, а как его выбрали? Мам, ну люди так решили, проголосовали. Там был такой выбор, кого угодно, лишь бы не от «Слуги народа». А ну, босарайся. Не можем, швидко. Не можем, ну не можем. В конце концов. Что я завтра мужикам скажу? Все? Покер изменяется. Кушайте крупье. Какого крупье? Что ты несешь? Так. А ну, знаете что? А ну, дайте я подивлюсь. Да, дайте я подивлюсь, что там за капант такий. Неможливо просто вже виносити, а? Ти, диви. У нас, значить, вікна цело в банном завішані, а в нього тут дизайнерський ремонт. Ти бачишь, ми, значить, радіо слухаємо, а в нього «Энімал Пленет» в 4К. Ти бачиш, ми, значить, на подвір'я ходимо на яму, а в нього тут собственне біде. А ну-ка, кабанюка, така, иди сюди, Юрчико. Він сам на це все заработал, він блогер. Блогер? Він блогер, так. Він блогер. Юрій Дкач, Вова Мартинец, Елена Граєц. Ну а теперь к новостям, которые заставляют гордиться. В ноябре во Флориде состоялись соревнования World's Strongest Man. И на этих соревнованиях вновь стал чемпионом «Украинец». И он сегодня у нас в гостях. Это единственный человек, который даже на самой заставленной парковке сможет раздвинуть себе место. Дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты Самый сильный человек планеты – Алексей Новиков! Победа Алексея стала не единственной хорошей новостью в 2020 году. Недавно стало известно, что программа Елены Малышевой «Здорово жить» закрывается. И у нас есть прекрасная возможность с ней попрощаться. Ваши аплодисменты, Елена Малышева! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Вы перепередача «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Хотя все знают, что «Жить здорово» с Надей Дорофеевой. Правда? И сегодня у нас в гостях здоровый, настолько здоровый мужчина, что на его фоне скала Дуэн Джонсон – просто маленькая кучка Дуэн Джонсон. Встречайте! Самый сильный человек планеты – Алексей Новиков! Алексей, присаживайтесь, пожалуйста. Я очень рада видеть вас в нашей передаче. Мне обещали, что здесь будет квартал. Да, мы так всех обманываем, потому что к нам никто не ходит. Елена Малышева! Со мной держали социальную дистанцию еще до коронавируса. Алексей Новиков, друзья, настолько сильный, что однажды, когда чистил зубы, случайно пробил себе щеку. Кстати, у Алексея невероятные мощные мышцы не только рук, но и ног. Однажды Леша сел в спортзале на велотренажер и доехал на нем домой. Скажите, Алексей, вот в чем секрет такого могучего здоровья? Ну, я тренируюсь много, кушаю, режим, питание. Ну и то, что вашу программу никогда не смотрю. А вот это, между прочим, зря. Елена Малышева, медицина надо мной, бессильно. Друзья, сегодня в программе «Жить здорово» вы узнаете, как стать таким же сильным и здоровым, как Алексей Новиков. Начнем с набора массы. Да, Алексей, для набора массы, я думаю, вы меня тут поддержите, нужно есть курочку и яйца. Но если у вас времени мало, мой вам совет. Ешьте курочку прямо с яйцами внутри. Но если вы вегетарианец, то для вас у меня есть отличный рецепт. Берете корову, вводите ее в куму с помощью транквилизаторов, и вуаля, корова, овощ, можно есть. Вот такой рецепт. Елена Малышева, от моих советов еще никто не умирал, но и жизнью это не назовешь. Прекрасно, продолжим. Немногие знают, друзья, но в детстве Алексея очень часто дразнили амбалом. Но Леша потом никогда не обижался на этих беззубых мальчишек с поломанными руками. Алексей, расскажите, может быть, вы принимаете какие-то запрещенные препараты? И если да, то почем? Просто интересно, не переплачиваю ли я? Нет, ни в коем случае. Здоровый образ жизни только. Очень жаль. А вот и не о чем с человеком поговорить. А я напомню, друзья, что наркотики делятся на два вида. Легкие и мои любимые. Да, кто-то скажет, что нельзя, а кто-то скажет, нельзя что. И те будут правы, и левы. Елена Малышева. Здоровый образ жизни. Это скучно. Это я вам как рвач говорю. Алексей, вы такой накачанный мужчина. А не могли бы вы сейчас вот, ну, поиграть грудью? Оп. Ну, прекрасно ваши аплодисменты. Но вообще-то я имела в виду не вашу грудь. Ну да ладно. Ну что ж, спасибо, друзья. С нами был Алексей Новиком. На этом наша передача подходит к концу. Напоследок маленькая просьба. Я тут, Алексей, готовилась к Новому году. И перед выходом в эфир купила два тяжелых пакета с продуктами к новогоднему столу. Не могли бы вы мне помочь и отнести меня домой? Ну, можете вот прямо вот так вот, да? Можете? Я думаю, можно сделать это более по-спортивному, как стронмены это делают. Ой, ну вы меня прямо сейчас завели. Ну давайте. Что делать мне? Все, Алексей, мы с вами справились. Можно смело уходить из эфира. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Алексей Новиком, ваши аплодисменты. Пойдемте, теперь я вас поподнимаю. С Новым годом и новых побед. Мы продолжаем наш концерт. Надя Торофеева у нас в гостях. Встречайте. Суперстар. Добрый вечер всем. Привет, друзья. Привет, привет. Привет. Добро пожаловать. Ну что, мы, честно говоря, все знаем прекрасно, что ты и наставник, и член жюри «В голос дети», правильно? Да, это правда. Вот, поэтому наверняка знаешь детей не понаслышке. Это правда. Вот, сегодня мы хотим проверить, так ли это на самом деле. Так. Да, поиграем в легкую такую игру новогоднюю, мы будем показывать тебе на экране видео детей, и ты должна угадать, что будет дальше. Хорошо. Не переживай, будут подсказки, я думаю, что будет легко. Да. Давай попробуем. Ну, с чего-нибудь простенького начнем, значит. Вот, смотри. Итак, внимание, вопрос. Так. Какой удар совершит юный Тайгер Вудс? Смотрим подсказки. Ударит по шару, ударит по шарам, ударит по тыкве, ударит по шару, потом по шарам, потом по тыкве. Ваш вариант. Ну, мне очень нравится последний вариант, конечно же. Да, мне тоже нравится. Давайте посмотрим, правильный ли это вариант. И так бывает, да. Но это нелегкая судьба родителей на домашнем карантине. Надо как-то развлекаться. Сейчас, наоборот, нужно будет угадать, что произошло до этого. Внимание на экран. Мама, мама, мама. Да, ситуация непростая. Давайте посмотрим варианты. Значит, девочка услышала новую песню Поплавского, родители удалили ее с ТикТок, значит, в шоу «Холостячка» выиграл другой, и девочка поняла, что не похожа на Дорофееву. Ну, тут однозначно, родители удалили ее ТикТок. Мне так кажется. Интересно. Давайте посмотрим. Что ж, продолжим дальше. Следующее видео давайте посмотрим. Нет, чё по настроению? Чё по настроению? Такой вопрос неожиданный, да. Итак, давайте подумаем. У девочки все хорошо или девочка не хочет разговаривать, а может просто закричит? У девочки все хорошо. Угу. Давайте посмотрим, так ли это. Хорошо, но я не хочу разговаривать. Совершенно правильный ответ, естественно. Продолжим. Следующее видео, давайте посмотрим. Следующий фрагмент. Здесь надо угадать, что будет дальше. Ребенок ударит отца лопатой из-за использования детского труда, и ребенок устанет, как шулявский мозг. Ну, это наша тема. Второй вариант. Давайте посмотрим. Нам кажется, все киевские коммунальщики немного этот мальчик, на самом деле. Да, давайте следующее видео. Вот. Какая судьба ждет этот герлс бэнд? Варианты. Потап украдет у них песню, к ним подкатит парень. К ним подкатит парень. Посмотрим, так ли это. Да. Подкатил, так подкатил. Очередный вариант. Надеюсь, детский полицейский отберет у них детские права все-таки, да. Ну что, давайте посмотрим финальный фрагмент. Он не случайно без звука. Да, твое мнение, под какую песню детей так качает? Варианты. Михаил Поплавский, ЮНЕУРЭЛ, Ирина Билок, Любовь, Яд или Олег Винник, Нино? Ну, Олег Винник, Вино. Вино, естественно, на Новый год. Давай посмотрим, правильный вариант. Естественно, под что еще может качать детей? Совершенно верно, друзья. У нас в гостях Надя Трофеева. Непревзойденная Надя Трофеева, друзья. Совсем недавно Виктор Медведчук сделал себе прививку от коронавируса российской вакциной. Так сказать, рука Кремля очередной раз использовала руку Медведчука. Давайте посмотрим, как это было. Так, идемте, идемте, идемте. Виктор Владимирович, проходим, присаживаемся. Скажите... Да. А вакцина точно безопасная? Безопасная, безопасная, не бойтесь. Да я не то, чтобы боюсь, я... Просто давайте, может, перестрахуемся на всякий случай. Все службы на месте? Да все, все на месте. Ну, не нервничайте вы так. Ну, давайте проверим. Вот, смотрите. Милиция на месте? На месте. Пожарные есть? Есть пожарные, да. Врачи есть? Есть врачи. ФСБ есть? Есть. Извините, никак не могу привыкнуть. Ну, вот, видите, все есть. Все есть, все на месте, ну, и у нас все на месте, давайте. 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 Замечательно. Куда колем? Не знаю, давайте, давайте вот, вот в него давайте уколите и все. Так, так, а ну разошлись, ну что стоим-то? Зачем вы их выгнали? Хватит помогать. Не уходите, не оставляйте меня одного. Виктор Владимирович, я вижу, вы нервничаете все-таки. Ну, давайте так, давайте, вот, чтобы вам было спокойнее, давайте позвоним просто тому, кто уже колол эту вакцину. Кому? Ну, я не знаю, Путину, к примеру, вы ж можете. Вы что, думаете, что он колол, я вас прошу. Заодно и узнаем. Ну, хорошо. Ну, давай. Сейчас. Алло, Вова, ты колол? Да то, что ботокс колол, я в курсе. Вакцину колол. Ага. Ну и как? Понял. Ну? Успокоились? Ну? Давайте. Можем? Можем. Замечательно. Давай. Тем более, что вакцина в бок. Между прочим, разработка Челябинского КБ. Сереж, заноси. Ох ты, стоять, Сережа. Тихо, спокойно. Доктор, что это такое? Вы что, с ума садились? Что это происходит? Вакцина от коронавируса. Спутник 5. Какая-то странная у вас вакцинация. Нормальная вакцина. Сереж, кали, давай. Не надо тебе стоять, Сережа, спокойно. Отошел. Что ты? Отойди, сказал. Подожди. Доктор, ну давайте начнем с чего-то другого. Ах, господи, ну хорошо. Давайте с формальности каких-нибудь. Начнем. Заполним анкету. Вот другое дело. Итак, анкетка у нас. Имя? Виктор. Отчество? Владимир Владимирович. Виктор Владимир Владимирович? Родители не выбирают. Ясно. Семейное положение? Кум Путина. Гражданство? Про российское. Рост, вес? Будстрой. Что Будстрой? Рост, вес, Будстрой. У меня компания такая есть. Кстати, откуда вы о ней знаете? Да я про ваш рост спрашиваю. А, метр семьдесят четыре. А рядом с Путиным? Метр пятьдесят. Угу, понятно. Ну вот и замечательно. Формальности соблюли, анкетку заполнили, Сереж, кали. Стоять тихо, спокойно. Это шел на два шага. Не видишь? Доктор потерял, ищет что-то. Да, кстати, не могу найти ватку. У вас случайно ваты нет? Здрасте, у меня в ПЗЖ одна вата. А, вы не про ту вату, вы в смысле про медицинскую. Значит, нет, ну и ладно. Обойдемся без обработки. Больше заразы, чем сама вакцина, не занесем. Чего? А, ничего, 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 да. Сереж, кали давай. Подождите, стоять, спокойно. Зачем, зачем в меня это кого-то, скажи? Хорошо, давайте на ком-нибудь другом испытаем, а? На ком? Да не знаю, ну, на собаке какой-нибудь испробуем. Точно. Сейчас. Что? Кива, зайди. Я прошу прощения, вызывали? Мое почтение, я прошу прощения. Тебе надо уколоться. Господи, не партия, а мечта. Ни на секунду не пожалел, что к вам присоединился. Уважаемый лидер партии, держите краба. Садитесь в кресло и делай, все же говорит доктор, давай. Как скажете, конечно. Оголите руку и поработайте кулачком. Я прошу прощения, я просто недавно только поработал, можно хотя бы минут через 15? Что, придурок или что? Он не это имеет в виду. Доктор хочет на тебе протестировать вакцину от коронавируса. Я прошу прощения. Сереж, кали. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, а от этой вакцины будут какие-нибудь, там, ну, побочные эффекты. Ну, там, головокружение, например, или там, алюцинации какие-то. Зуд в области кармана, понимаете, да, Семена? Не должны. Жалко. Тогда я пошел, я прошу прощения. Куда? Подождите. А испытать вакцину? А смысл? Я прошу прощения, извини. Ну да. Все-таки, Виктор Владимирович, придется вам. Садитесь. Правда, есть еще один маленький нюанс. Такой? А, ну, значит, смотрите. После вакцины у вас пропадут запахи и вкус. Подождите, я сейчас ничего не пойму. То есть побочка вакцины от коронавируса, это и есть коронавирус? Не совсем. После коронавируса могут вкус и запахи пропасть, а могут и не пропасть. А после нашей вакцины точно пропадут. Но вам это не грозит. Хорошо. Вы ее на ком-то тестировали? Конечно. Конечно. А вот смотрите, одному пациенту, а мы вкололи вакцину, а другому... Плацебо? Не. Новичок. Кстати, пациент с новичком прожил намного дольше. Да, да, тихо, тихо. Ну, шучу я. Шучу, не нервничайте. На крысах лабораторных испытывали, конечно. Да? Да. И как крысы? Отлично крысы. Точно? Да, точно. Точно все в порядке. Все живы, здоровы, сидят, хвостами стену сверлят. Ого! Поздравляю, поздравляю. Бацина Спутник-5 пристыковалась. Ой, больно, Сережа, ты скотина. Подождите, а почему он называется Спутник-5? Да потому что только пятый, кому мы ее вкололи. А предыдущие четверо? А, ну, смотрите, значит, первая крыса сдохла, вторая сутки продержалась, потом сдохла, так, третья мутировала, а вот обезьяна сдохла. Подождите, при чем тут обезьяна? Вы же на крысах все это проверяли. Так, третья крыса в обезьяну мутировала. Кстати, вы банан не хотите? Нет, не хочу. Ох ты, е-мое. Что такое? Ой, ой, ноги подкосились, я ничего не вижу. Боже, доктор, у меня проблемы со зрением. Что происходит? Зрение сейчас проверим. Пальцы видите? Да. А, на Донбассе российскую агрессию видите? Нет. Ну, это не показатель, я и раньше ее не видел. Значит, все протекает нормально. Я вам не верю, доктор. Господи, боже мой. Ну, не верите мне. Ну, поговорите с разработчиком вакцины. Позовите лаборанта Павлова. Фух. Сейчас. Виктор. А, что? Началось-то опять, я не понимаю. У меня лабораторные исследования. У меня, между прочим. Здрасте. Вакцина безопасная? А, говорите громче. Я плохо слышу вас. У вас что, ухо на ладони или что? А что такое? Да. Ухо на ладони. Что вас смущает, я не понимаю? Меня смущает то, что чувак, который придумал вакцину от коронавируса, у него ухо на ладони. Вот что меня смущает. Понятно? Так, тихо, тихо. Какой-то вы слишком нервный. Давайте-ка я вас осмотрю. Футболочку поднимите. Да подождите. Что у вас там глаз? Дайте не надо меня осматривать. Извините. У вас что там, нос? Нос. Нормальный нос 43-го размера. Да не переживайте вы так. Все будет хорошо. Это вы сейчас ртом сказали? Нет, блин, задницей. О боже, доктор, выгоните его отсюда. Идите отсюда, я вас очень прошу. Придурок какой. Тихо, 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 тихо. Я все слышу. Да идите уже, доктор, я умираю. Доктор, помоги мне. Виктор Владимирович, ну успокойтесь, расслабьтесь. Это был эксперимент. Какой эксперимент? Ну, понимаете, мы решили не рисковать и вкололи вам плацебо. Зачем? Ну, понимаете, дело в том, что там решили, что вы нам еще пригодитесь. Служу советскому... Или как мы сейчас там называемся, я забыл. Спасибо, доктор, спасибо. Не зря портбилет не выбросил, не зря. Виктор Владимирович, я вас прошу. Давайте, давайте успокоимся. Спасибо.